В России сегодня каждый желающий мог проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Набережные Челны в очередной раз приняли участие в диктанте победы. Платформами стали образовательные учреждения города. Съемочная группа программы «Челны-24» побывала в школе номер 42. Перед началом победного диктанта обязательное проведение инструктажа. У участников нет волнения. Его заменило желание проверить свои знания по событиям Великой Отечественной. «Вообще, я пишу в первый раз этот диктант и историю не так уж и много знаю, но понимаю и сам интересуюсь такой тематикой. И решил попробовать хотя бы свои знания показать». «На самом деле, сомневаюсь, потому что пишу в первый раз, но думаю, все получится». Буквально через несколько минут начнется диктант победы. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов. На это им дается 45 минут. 15 заданий были в формате теста. Из нескольких вариантов необходимо было выбрать один ответ, а в 10 дать развернутые ответы про полководцев, основные военные события и многое другое. Проверить свои знания пришли и бывшие учителя истории, а на не чиновники Рамиль Халимов и Рустем Хузин. По их словам, в целом задания были несложными, но некоторые вопросы вызвали определенные трудности. «Не смог я вспомнить фамилию коллеги Юрия Никулина, который тоже работал в цирке, но во время Великой Отечественной войны воевал. То есть вот для меня вот такая сложность была. Не смог я на этот вопрос ответить». «Я все-таки по профессии учитель истории преподавал этот период ученикам, поэтому очень много знакомых вопросов, дат и так далее. Но некоторые вопросы были сложные, даже есть сомнения, что я правильно ответил». Проверить результаты можно на сайте диктантпобеды.рф. Имена победителей назовут 24 июня.